Добрый день! Мы продолжаем изучать фруктовую коллекцию головоломок и на этот раз я расскажу как собирается груша. Принцип сборки такой же как у яблока, но если вы хотите начать с чего-то попроще, то для этой цели подойдет лимон. Ссылки на обучающие видео по другим фруктам можно найти в описании. Как и яблоко, груша является модификацией кубика рубика 3х3 и собирается по тем же принципам. Но из-за того, что здесь есть одинаковые элементы, процесс сборки немного проще. Несмотря на то, что кубик шестицветный, а вся груша одного цвета, за исключением веточки, здесь можно найти похожие элементы. Для наглядности выполним шахматный узор на каждой головоломке. Одноцветные элементы на кубике называются центрами. Они находятся в середине грани и на груши должны быть такие же. Мы видим, что вот элемент с веточкой резко выпирает и находится ровно по центру головоломки. Это один из центров. Напротив есть такое же. В нем есть небольшое углубление, как вмятинка. Также по бокам есть четыре одинаковых элемента. Этот, этот, этот и этот. Это тоже центры. В отличие от кубика, эти элементы не симметричны и необходимо будет соблюдать их ориентацию. Двухцветные элементы на кубике называются ребрами. Если центров было шесть, то ребер уже двенадцать. На груши эти элементы одноцветные и бывают трех видов. На среднем слое это вот такие трапеции, немного выпуклые. Четыре одинаковых трапеции располагаются между центрами. На остальных слоях это четырехугольные элементы. Вот такой вот выпуклый прямоугольничек, который с нижнего слоя. И вот такой вот крупный элемент. Это тоже ребро. Получается, что все четырехугольные элементы, которые не являются центрами, это ребра. Трехцветные элементы на кубике Рубика мы называли углами. Здесь, опять же, они одноцветные, но форма у них треугольная. Вот такой вот треугольничек. Это угол. Есть четыре таких угла и с другой стороны четыре других более острых. Тоже одинаковые. То есть всего восемь углов. Собирать груши мы будем в том же порядке, что и кубик, крест, первый слой, второй и третий слой. Начинать можно с любой стороны, но мне показалось удобным начинать с того центра, где есть вмятинка, чтобы сверху у нас оказалась веточка. Можно собирать и сбоку, но тогда сборка будет гораздо сложнее и придется выполнять дополнительные этапы. Здесь же я покажу наиболее простой и оптимальный способ сборки, который будет доступен даже тем, кто до этого никаких головоломок не собирал. Если вы умеете уже собирать кубик Рубика или другие фруктовые головоломки, то попробуйте собрать грушу самостоятельно. Для всех остальных я подробно покажу, как это делается. В перемешанном состоянии груша сильно меняет свою форму, поэтому для удобства я рекомендую начинать сборку с центра, в котором есть вот такая вмятинка. Это будет первый центр. Если в кубике мы начинали сборку с белого креста, то здесь это будет начальный центр, вокруг которого будем собирать крест. Чтобы собрать белый крест, нужно просто к белому центру поставить 4 белых ребра. Это делается интуитивно. Просто находим подходящие элементы и располагаем их рядом с белым центром. Ребра здесь двухцветные, их легко отличить. Важно, что нужно именно белым цветом подводить к белому центру. К примеру, мы можем найти бело-зеленое ребро и поставить его вот таким образом. Но нужно, чтобы белый цвет совпадал с белым центром. Если это не так, то нужно просто отвести ребро в сторону, подвернуть вот так центр и поставить ребро другой стороной. Тогда белый крест получится. На углы пока внимания не обращаем. Достаточно вот такой ситуации. На грушу крест собирается немного проще, так как ребра одного слоя одинаковые. Но остается только определиться, какие ребра должны подойти вот к этому центру. Мы помним, что ребра среднего слоя это трапеции. Вот такие. Значит, они на нижний слой нам не подойдут. Также можно увидеть, что верхний центр очень высокий и возле него должны стоять высокие ребра. Вот такие. А значит, на первом слое тоже им не место. А значит, остается только один тип. Это прямоугольные ребра, которые не похожи на трапецию. Вот такие выпуклые прямоугольники. Нижний центр – это симметричный квадрат. И неважно, с какой стороны начинать. Главное – подвести ребро к этому центру. Вот это ребро должно стоять возле этого центра. Мы видим, что по форме оно не совпадает. А значит, это ребро нужно развернуть. Если ребро располагается справа, мы просто наклоняем его на себя и движением передней грани подставляем к центру. Но если место было не занято, то за два хода можно ребро поставить на место. Но бывает так, что место здесь занято. Давайте найдем следующее. Здесь трапеция. Здесь тоже. Здесь прямоугольник. Допустим, он стоял не здесь, а где-нибудь с другой стороны. Вот здесь. И мы желаем это ребро развернуть. Опускаем. Поскольку здесь занято, мы отводим центр по часовой стрелке, вращая верхнюю грань. И тем же движением поднимаем ребро к центру. Получается совпадение формы. Ну, мимоходом у нас собралось еще одно ребро. Очень часто они ставятся сразу нужной стороной. Осталось найти четвертое. Это слишком большое. Это трапеция. Это большое. Это трапеция. Ищем вот нужное нам ребро. Поворачиваем его поближе к центру. Видим, что по форме опять не совпадает. Значит, опрокидываем на себя. Вращаем центр по часовой стрелке. И поднимаем ребро на место. Получаем центр. И рядом с ним четыре ребра, которые совпадают по форме. Но эти ребра совпадают по форме пока только с этим центром, у которого есть вмятинка. Если мы посмотрим на боковые, то здесь совпадение бывает не всегда. И для того, чтобы крест был правильным, нам необходимо вот эти боковые центры развернуть в нужное положение. Чтобы они совпадали по форме с этими ребрами. С ребрами креста. Располагаем крест снизу. Неправильный центр перед собой. Поднимаем нижнее ребро наверх двойным оборотом передней грани. После этого ребро отводим в сторону, к примеру, налево. Поворачиваем центр другой стороной. Допустим так. И подставляем ребро на место. Видим, что по форме все совпало. Значит мы угадали сторону центра. И можем вернуть ребро в первоначальное положение. Двойным оборотом передней грани. Теперь видим, что это ребро совпадает по форме и с нижним центром, и с боковым. Так же нужно сделать и для остальных. Перехватываем. Смотрим, здесь не совпадает. Наше ребро чуть выше, чем боковой центр. Значит это ребро должно примыкать к более высокой части центра. Давайте попробуем. Двойным оборотом поднимаем ребро наверх. Отводим в сторону. Центр поворачиваем более высокой частью наверх. И возвращаем ребро. Смотрим, по форме совпало. Значит можно ребро опускать вниз. Опять два раза поворачиваем переднюю грань. Ребро совпадает и с нижним, и с боковым центрами. Движемся дальше. К следующему центру. Здесь опять не совпадает. Повторяем процедуру. Двойным движением поднимаем ребро снизу наверх. Отводим его в сторону. Поворачиваем центр другой стороной. Вот этой, к примеру. Возвращаем ребро. Проверяем, чтобы по форме все совпало. И возвращаем ребро на место. Все совпадает. Проверяем четвертый центр. Здесь тоже форма не совпадает. Делаем то же самое. Двойным движением поднимаем нижнее ребро наверх. Отводим в сторону. Поворачиваем центр другой стороной. Мы не всегда можем угадать, какой стороной нужно подвести центр. Допустим, я ошибусь и подведу не той стороной. К примеру, так. Возвращаем ребро. И видим, что по форме не совпало. Значит, это ошибка. Возвращаем ребро на место. Поворачиваем центр другой стороной. И примеряем еще раз. Теперь по форме совпадает. И опускаем ребро на первый слой. Все совпало. Все хорошо. Правильный крест собран. Переходим к следующему этапу. После сборки креста на кубике рубика нужно ставить вот на эти места уголки первого слоя. Поскольку на грушке уголки все одинаковые, мы сейчас на цвета внимания обращать не будем. Но мы понимаем, что уголок с белым цветом, неважно с какими двумя другими, должен находиться здесь. Если мы разместим нужный нам уголок над тем местом, где он должен стоять, то есть уголок будет на верхнем слое, а место будет снизу, то достаточно сделать четыре движения. Правую грань поворачиваем по часовой стрелке, то есть поднимаем или от себя. Вверх вращаем по часовой стрелке, возвращаем правую грань на место и возвращаем верхнюю грань на место. Тогда мы видим, что уголок встал куда нужно. Везде все совпадает. В некоторых случаях бывает такое, что после выполнения одного пиф-пафа уголок правильно на свое место не остановится. К примеру, выполняем пиф-паф, смотрим, как стоит уголок, он стоит как-то не так, некрасиво. На кубик и рубик цвета не совпадают, на груши будет не совпадать форма. В этом случае нужно продолжить делать пиф-пафы. То есть мы делаем еще один пиф-паф, уголок поднимается наверх. Делаем третий пиф-паф и уголок становится как надо. Также может потребоваться сделать еще два пиф-пафа, если он не стал на место. То есть один, три или пять пиф-пафов, если уголок изначально стоял наверху, а его нужно поставить вниз. В случае, если на верхней грани уголки закончились, а нижние слоты еще свободны, вероятно, что какой-то уголок стоит на своем месте, но неправильно. К примеру, вот так. Наверху нужных уголков уже нет, с белым цветом, а низ не собран. В этом случае нужно уголок поднять наверх, сделать опять же пиф-паф и после ставить его на свое место. То есть повторять пиф-пафы до тех пор, пока он не станет как нужно. Как я уже говорил, на груши есть углы двух типов. С верхнего слоя, более острые вот такие, и тоже треугольные, но более симметричные с нижнего слоя. И мы должны вот эти треугольные элементы поставить к ребрам креста. Они четыре одинаковых, и не важно, какие из них ставить на какое место. Главное использовать именно вот такие треугольные уголки, не вот такие. Мы находим любое угло нужной формы на верхней грани и располагаем его над свободным местом. Крест у нас снизу. После чего мы делаем определенное количество пиф-пафов. Белого цвета здесь нет, но если присмотреться, можно увидеть, что уголок не совсем симметричный. И вот эта часть его вытянута чуть сильнее. И можно определить, сколько делать пиф-пафов именно по направлению вот этого уголка. Сейчас вот этот уголок направлен вправо, а значит нам должно хватить одного пиф-пафа. Поднимаем, поворачиваем вверх, опускаем, поворачиваем вверх обратно. Смотрим, уголок по форме совпал. Можно также не определять ничего и просто делать пиф-пафы до тех пор, пока уголок не встанет на свое место. Ищем следующий уголок на верхнем слое. Вот такой. Располагаем его над свободным местом. Давайте не будем ничего определять, просто будем делать пиф-пафы. Поднимаю справа, поворачиваем вверх, опускаем справа, поворачиваем вверх обратно. Проверяем, уголок не совпал. Удобно бывает расположить сверху еще один такой же уголок, если у нас с первого раза не совпало. Подгоним еще уголок такой же. И у нас одновременно будут подставляться на нужное место два угла. Сейчас будем делать пиф-паф и возможно вот этот встанет правильно. Если нет, то нижний поднимется наверх и мы попробуем еще раз поставить его на место. Делаем еще пиф-паф. Проверяем. Нет, пока все еще по форме не совпадает. Значит продолжаем делать пиф-пафы. Сейчас все хорошо. Переходим к следующему месту. Здесь уголок уже стоит. Здесь уголка нет. Находим уголок на верхнем слое. Вот здесь. И опять делаем пиф-пафы. Размещая уголок над его местом. Выполняем один пиф-паф. Проверяем. Форма не совпала. Делаем еще один. И уголок поднимется на место. К сожалению, это последний уголок и нам нечего подставить его в пару, чтобы процесс был быстрее. Поэтому просто делаем пиф-пафы до тех пор, пока этот уголок не встанет на место. Проверяем. Еще один. Проверяем. 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 На кубике рубика это ребра, которые не имеют желтого цвета. К примеру, вот такое. И у нас бывают две ситуации. Нужно отсюда ребро поставить направо, как сейчас. Либо возможно, что ребро нужно будет поставить налево. Для этого мы используем два зеркальных алгоритма. Чтобы поставить ребро направо, мы сначала его отводим налево, поднимая место, куда хотим его поставить. Возвращаем ребро и возвращаем движение правой грани. Получается вот такая пара. Угол и ребро. Мы отправляем эту пару назад. Для кубики белым цветом должна смотреть назад. После чего поднимаем переднюю грань. Вставляем пару на свое место. И опускаем переднюю грань. И вот ребро стоит на месте. Если ребро нужно поставить налево, легко вот так определить. То мы используем зеркальный алгоритм. Если нужно налево, то ребро отводим направо. Место поднимаем уже слева. Возвращаем первое движение. Возвращаем второе движение. Получаем вот такую пару. Отправляем белым цветом назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем туда пару. И возвращаем движение передней грани. Ребро стоит на месте. Всего 8 движений. Но в каждой 4-х ходовке 2 хода в одну сторону, 2 хода в другую сторону. Сделали 2 хода и 2 хода отменили. Движение проще понять, чем запомнить. У груши на втором слое должны стоять ребра в виде трапеции. К примеру, вот такое. Мы видим, что вот это ребро по форме совпадает и с нижним слоем, и с боковыми центрами. Мы видим трапецию, у которой более широкая часть располагается снизу. Это знание нам пригодится. Ищем такие же элементы на верхнем слое. К примеру, этот. Это ребро в форме трапеции. Если мы попробуем это ребро поставить направо, на место вот этого, то увидим, что по форме с правым центром оно будет совпадать. Вернем. Попробуем примерить налево. Если налево, то здесь по форме не совпадает. Мы понимаем этим нехитрым приемом, что вот это ребро нужно ставить направо. И для этого использовать правый алгоритм. Также можно заметить, что именно справа у нас более широкая часть трапеции. Поэтому где широкая часть, в ту сторону и нужно ставить ребро. Но здесь место занято. Поэтому нужно подвернуть нижнюю часть так, чтобы правое место было свободно. После чего нужно выполнить правый алгоритм. Ребро здесь нужно поставить его направо. Поэтому отводим налево. Поднимаем место. Отменяем первое движение. Отменяем второе движение. Получилась вот такая пара. Острым концом отводим ее назад. Поднимаем переднюю грань место, где должна эта пара стоять. Вставляем пару. И опускаем переднюю грань. Проверяем. Все по форме совпадает. Продолжаем искать трапеции на верхнем слое. Как раз перед нами есть такое. Широкая сторона опять направлена направо. Справа занято. Вращаем нижнюю часть так, чтобы оказалось справа свободное место. Вот оно. Широкая часть справа делаем алгоритм в правую сторону. Для начала отводим ребро влево. Поднимаем место. Возвращаем. Возвращаем. Получилась пара. Отводим острым концом назад. Поднимаем переднюю гранью место. Вставляем туда пару. И опускаем переднюю грань обратно. Проверяем. Все по форме совпало. Ищем дальше. На верхнем слое трапеции. Больше трапеций не видно. Но второй слой не собран. Так как раз ситуация, когда ребро стоит на своем месте, но повернуто неправильно. Если вы поставите ребро не в ту сторону, а именно не просчитаете, где более широкая часть была у трапеции, то можете получить как раз такой результат. Чтобы это исправить, нужно на место этого ребра поставить любое другое. К примеру, вот это. Это ребро ставим направо, значит выполняем правый алгоритм. Отводим. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Пара, конечно, красивой не получилась, но мы продолжаем делать. Острым концом отправляем ее назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем вот эту не очень красивую пару. И опускаем переднюю грань на место. В итоге мы видим, что вот это крупное ребро встало туда, где стояло нужное. А нужное тем временем поднялось наверх. Вот оно. Видим, что широкая часть снова направлена направо, поэтому нужно делать правый алгоритм. Отводим влево. Отводим влево. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Отводим пару назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару. Опускаем вниз. Первые два слоя собраны. Вполне возможно, что для сборки второго слоя вам хватит одного правого алгоритма. Но на всякий случай я покажу, как на груша выглядит левый. Вот трапеция. Широкая часть слева. Значит, ставим это ребро вот сюда. Здесь я уже подготовил свободное место. Переставляем сверху налево. Для этого отводим направо, поднимаем слева, возвращаем первое движение, возвращаем второе движение. Получилась пара. Острым концом отправляем ее назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару и опускаем переднюю грань. И уже два слоя собраны. Далее на кубике 3х3 нужно собрать крест на верхней грани. Верхняя грань на кубике желтая, поэтому и крест собирается желтый. Здесь возможны три ситуации. Первая это палка, когда два правильно ориентированных ребра располагаются слева и справа. Мы располагаем палку вот так вот горизонтально и делаем следующую комбинацию. Поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке. Далее делаем пиф-паф, который мы делали на первом слое. И возвращаем переднюю грань на место. Получаем крест. Также может быть галка, когда правильно ориентированные ребра располагаются налево и назад. В этом случае мы делаем опять движение передней гранью по часовой стрелке. Делаем уже два пиф-пафа. И возвращаем переднюю грань на место. Четыре ребра правильно ориентированы. Вместо двух пиф-пафов можно сделать один обратный. Располагаем галку так же. Поворачиваем переднюю грань. Делаем пиф-паф, но наоборот. Сначала вращаем верхнюю грань по часовой. Потом правую от себя. Верхнюю грань против часовой. Правую на себя. И возвращаем переднюю на место. Получается крест. Также может быть точка, когда все ребра неправильно ориентированы. В этом случае сначала делаем алгоритм для палки. Поворачиваем переднюю грань. Делаем пиф-паф. Возвращаем переднюю на место. И получаем галку. Поворачиваем так как нужно. Налево и назад правильные ребра. И делаем алгоритм для галки. Ну, любой из двух предложенных. Поворачиваем переднюю грань. И сделаем обратно пиф-паф. Сначала вверх. Потом правая грань. Обратно. Обратно. И возвращаем переднюю грань на место. Получается крест. Собираем крест и на груши. Палка выглядит вот так. Центр и два ребра по форме слева и справа совпадают. Располагаем палку горизонтально. Поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке. Выполняем пиф-паф. И возвращаем переднюю грань на место. Получаем крест. Так. И так. Вот так выглядит галка. Одно ребро слева, другое сзади. Не напротив, как на палке, а рядышком. Одно слева, другое сзади. Именно из такого положения мы поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке. После чего либо делаем два пиф-пафа, либо один обратный. Я сделаю один обратный. Поворачиваем верхнюю грань. Поднимаем правую. Возвращаем верхнюю. Возвращаем правую. И переднюю грань против часовой стрелки. Также получаем крест. Уголки уже некоторые тоже собираются, но важно, чтобы был крест. А именно все ребра были правильно ориентированы. Точку распознать проще всего. Четыре длинных ребра у нас расположены горизонтально. И центр одинокий стоит. Чтобы решить точку, мы выполняем сначала алгоритм для палки из любого положения. Поворачиваем переднюю грань. Делаем пиф-паф. Возвращаем переднюю грань на место. У нас получается галка. Располагаем галку нужным образом. Одно правильное ребро слева, другое сзади. И делаем алгоритм для галки. Опять опускаем переднюю грань по часовой стрелке. Выполняем уже обратный пиф-паф. И возвращаем переднюю грань на место. Снова получаем крест. Следующим этапом на кубике робика является ориентация углов. Мы видим, вот эти уголки развернуты желтой стороной на желтую грань. То есть они правильно ориентированы. Вот эти два развернуты неправильно. В этом случае нужно взять желтую грань влево. И посмотреть на задний левый верхний уголок. Вот на этот. Если здесь желтый цвет направлен наверх, то нужно сделать 4 пиф-пафа. Если бы он был направлен назад, то нужно сделать 2 пиф-пафа. В этом случае выполняем 4. 1 пиф-пафа. 2 пиф-пафа. 3 пиф-пафа. 4 пиф-пафа. Видим, что уголок развернулся. Далее, не перехватывая сам кубик, мы вращаем левую грань, пока там не появится следующий несобранный уголок. Вот здесь мы видим, что желтый цвет направлен назад. Как изначально у нас был красный сверху, синий перед нами, центры, так мы и кубик оставляем. Если желтый цвет направлен назад, нужно сделать 2 пиф-пафа. Можно обратить внимание, что здесь все перемешалось. Этого бояться не нужно. Когда вы закончите разворот уголков, все вернется на свое место. Делаем 2 пиф-пафа. 1 пиф-паф. 2 пиф-паф. Уголок развернулся. Проверяем, есть ли еще не собранные. Если таких нет, то ориентация углов завершена. Неправильно развернутых уголков может быть 2, 3 или 4. Просто продолжаем делать пиф-пафы и вращать левую грань до тех пор, пока все уголки не развернутся. На груши углы верхнего слоя одноцветные, и мы не видим, где желтый цвет. Но зато мы можем вместо желтого цвета ориентироваться на этот вытянутый острый уголок. Именно поэтому более высокий слой мы оставляем напоследок, чтобы проще было разворачивать углы верхнего слоя. Располагаем крест, который мы собирали, налево, так, чтобы веточка была слева. После чего мы грушу более не перехватываем, пока не соберем все углы, а именно не развернем их на своих местах. Смотрим на уголок, который находится сзади, сверху, слева. Здесь острие направлено назад, поэтому нужно сделать два пих-пафа. Выполняем два пих-пафа. Первый пих-паф. Второй пих-паф. Проверяем. Вот этот уголок по форме с ребрами стал совпадать. Поворачиваем левую грань, там, где веточка, саму грушу не перехватываем. Вращаем. И ставим вот на это место следующий несобранный уголок. Здесь острие направлено вверх. Значит, нужно сделать четыре пих-пафа. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Смотрим. Все хорошо. Подворачиваем следующий уголок. Грушу не перехватываем. Острие снова направлено вверх. Значит, делаем еще четыре пих-пафа. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Все хорошо. На правую часть внимания не обращаем. К концу этапа она вернется в нужное состояние. Опять вращаем левую грань. Подворачиваем следующий несобранный уголок. Острие направлено назад. Значит, делаем два пих-пафа. Первый. Второй. И груша полностью собрана. Если к концу сборки вот этой грани у вас оказалось, что правая часть перемешана, значит, вы не заметили, как случайно грушу перехватили. Тогда вам придется начинать сборку заново. Будьте внимательны. Количество уголков, которые нужно развернуть на верхнем слое, может быть два, три или четыре. Я показал самый неудачный случай. Если уголков меньше, то просто вам придется делать меньше пих-пафов. Принцип сборки тот же. Если уголок острием направлен назад, делаем два пих-пафа. Если направлен вверх, то четыре. Главное не перехватывать, а вращать только левую грань. Покажу пример сборки для закрепления. В хаосе детали находим центр, у которого есть вмятинка. Вот он. К нему подводим четыре прямоугольных ребра. Одно уже стоит. Нужно еще три таких же. Это трапеция. Это значит со среднего слоя. Вот это подойдет. Подводим. По форме не подошло. Разворачиваем. Так. Встало хорошо. Ищем. Опять трапеция. Это слишком большое. Вот это должно подойти. Подгоняем. С первого раза не подошло. Значит, снова разворачиваем. На себя. Вверх по часовой. И сюда. Встало хорошо. Ищем четвертое. Четвертое ребро. Видимо, вот это. Если здесь место занято, мы просто разворачиваем место свободным и интуитивно подворачиваем ребро на свое место. Опять по форме не совпало. Снова разворачиваем. Снова разворачиваем. Так. Четыре ребра возле центра. Остается развернуть боковые. Здесь нам повезло. Ребро с боковым центром по форме совпадает. Здесь тоже. Здесь нет. Выступает ребро. Поэтому разворачиваем. Отводим в сторону. Подводим центр другой стороной. И возвращаем. По форме совпало. Ставим ребро на место. Идем дальше. На удивление, нам потребуется развернуть только один боковой центр. Они могут сразу и все встать правильно. Либо потребуется разворот сразу четырех. Бывает по-разному. Но раз у нас правильный крест готов, переходим к сборке первого слоя. Вот нужный уголок, который покрупнее. Не вот такой вот тонкий. Ставим его над свободным местом. Крест у нас снизу. Делаем пиф-паф. Проверяем. Стал хорошо. Движемся дальше. Ищем сверху. Вот элемент. Я вижу, что здесь более вытянутая часть направлена на нас. А значит, вряд ли с первого пиф-пафа у нас уголок встанет на место. Потребуется либо пять, либо один обратный. Но я сейчас еще раз покажу прием, как сразу из двух уголков, ничего не просчитывая, попытаться собрать первый слой. Делаем пиф-паф, отправляя этот уголок вниз. И сюда подгоняем еще один уголок. Аналогичный. И теперь двумя поочередно мы пробуем собрать первый слой конкретно в этом месте. Ну, здесь, наверное, придется все равно делать много пиф-пафов. Ну, ставим до тех пор, пока не поставится. Не совпадает. Снова не совпадает. В итоге мы ничего не выиграли. Ну, да ладно. Опять нет. Ну, вот сейчас вот все стало хорошо. Движемся дальше. Здесь есть. Осталось одно место. Ну, и сверху еще один уголок был. Вот он. Делаем пиф-паф. Первый слой собран. Ну, теперь собираем второй. Мы видим, что здесь трапец стоит на месте, но развернуто. И здесь также. Здесь чужое ребро. А здесь правильное. Удобнее сначала находить трапеции на верхнем слое и ставить на те места, где стоят такие же ребра, но перевернутые. Таким образом, у нас вот это вот неправильное ребро поднимется наверх, и мы сможем поставить его в правильной ориентации. А если мы вот это сразу поставим на место, где стоит чужое ребро, то у нас сверху нужных ребер не останется, и придется делать лишние движения, чтобы доставать нужные ребра со второго слоя. Это просчитывать не обязательно, но просто сборка будет побыстрее. Вот это ребро более широкой частью направлено вправо. Значит, сверху будем ставить направо. И вот как раз на место вот этого неправильного ребра. Отводим влево, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Получилась пара. Отводим назад, поднимаем переднюю грань, вставляем сюда пару и опускаем переднюю грань. Ребро на месте. Сверху должно было появиться еще одно. Вот оно. Опять вот этой стороной нужно ставить направо. Здесь занято. Вращаем. Здесь ребро стоит не той стороной. Можно использовать. Опять направо. Отводим налево. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Пару острием отправляем назад. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару. И опускаем все на место. Ищем дальше. Вот у нас опять ребро. Снова широкой частью справа. Ставить будем на это место. Повторяем алгоритм. Отводим влево. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. Острый край назад. Поднимаем спереди. Вставляем. Опускаем. Два слоя собрано. Смотрим, что за ситуация у нас на верхнем слое. Ребра правильно ориентированы. Находится рядом. Это галка. Располагаем одно ребро сзади. Другое слева. Поворачиваем переднюю грань. Делаем обратный пиф-паф. И возвращаем переднюю грань на место. Получается крест. Получилось здесь с углами такая же ситуация, что и до этого, где нужно развернуть все четыре уголка. Поэтому я сейчас моделирую другую, чтобы было интереснее. К примеру, такая. Нужно развернуть всего два угла. Мы располагаем веточку слева. И смотрим на уголок, который находится вот здесь. Сзади слева сверху. Этот уголок правильно ориентирован. Форма совпадает. Поэтому мы вращаем левую грань, а саму грушу не перехватываем. Здесь уже неправильный уголок. И он острием направлен назад. А значит нужно сделать всего лишь два пиф-пафа. Начинаем. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Проверяем. По форме совпало. Подворачиваем следующий неправильный уголок. Острие направлено вверх. Делаем четыре пиф-пафа. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Правая часть вернулась в свое состояние, которое должно быть проверяема. Все остальные уголки правильно ориентированы. Ну, если было бы неправильно ориентировано три уголка, мы бы просто продолжили делать пиф-пафы. Грушу не перехватывая, а только вращая левую грань. Это несложная, но красивая головоломка, которая собирается по тем же принципам, что и кубик рубика 3х3. Груша одинаковой сложности с яблоком. Самый простой лимон, то, что в нем последний этап делать не нужно, из-за того, что есть симметричные уголки. Персик и апельсин – это более сложные головоломки, в которых придется еще делать этап по перестановке элементов верхнего слоя. А банан несложный, но собирается по-другому, потому что это модификации не кубика рубика, а кубоида. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok